вот мы снова на лесопилке джей так делает потому что и она очень любит гулять и она всегда перевозбуждается а не потому что у нее большой вес так она обычно так не дышит и ей не жарко мы едем с ее болячки которые мы удаляли прошло уже 10 дней она у нее постоянно мокнет потому что она лежит но ночью мы ее контролировать не можем поэтому вот так вот и какой-то так как у собак язык грязный для тех кто не знает и лижется с собаками в лицо и в рот и в рот это вы конечно маньяки сейчас мы посмотрим чего нет что у тебя здесь у нее еще красная появилась еще красная появилась вот что то здесь вот да вот что то здесь вот да разнеси все ботинки сюда иди мы приехали на приехали и идем так ну прежде надо нанюхаться джей обследует снег джей нам другую сторону малышка джей пошли там важные сообщения ну как бы так как она все хорошо здесь вот так вот эти некротизированные ткани удалить просто она ее периодически еще зализывает поэтому она так это долго сохнет я ее посыпаю бенеоцином нормально можно посыпать чтобы она подсыхала у нее вот еще что-то тут красное мы их отдали да вы что устроили уже молодцы далеко уехали? нет одни прямо рядом с нами здесь в Подольске а вторые на Киевском шоссе с Колково шлют фото и визу все нормально? довольны? у нас такое ощущение как будто она не подтирает а нет не подтирает такой ощущение как будто натерто от чего-то но серый он прям крепкий у него не по носу ничего а черный такой послабее конечно ну вы сказали что его сейчас занят за питанием надо следить как за малышкой да все рассказали и что глистовать второй раз надо и прививки потом делать да она со временем отвалится хочется побыстрее чтобы это все заживало уже вот видите мокрая шерсть слипшись то есть она подпревает и она натирает если здесь вот раздвинут то тоже покраснение небольшое да я думаю что сейчас то мы все подстрижем чуть-чуть покороче лежи потом я почитала что их там и на опыты отдают в эти фармкомпании и перепродают личный микроз мы удаляем чтобы это быстрее заживало и я сказала нет вот вышли мы из клиники пока анализов нету думаю что они завтра или послезавтра придут нам сказали что анализы это на гистологию да что там ничего страшного что там сказали зачем-то помазать будем мазать ой засыпать баниоцином чтобы она сохла и какую-то нам штуку дали поливать чтобы быстрее у нее коллаген с серебром коллаген с серебром что-то там чтобы быстрее заживало 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 и так как она еще там нализывала у нее какие-то натертости появились блин я просто поражаюсь эти собаки все время что-то там нализывают а как они без людей-то выживают я вот не знаю как эти животные выживают вообще ну все да а мы гулять с собачкой скидывать ее килограммы мы съездили с джей в клинику все там ей проверили нам что я радуюсь ура нам дали какое-то вещество коллаген с серебром чтобы окончательно заживала ее болячка потому что она находится в таком месте что все время мокнет это как в складке такой находится и она плюс еще все время зализывает вылизывает а ночью это очень трудно я ей сказал нельзя она вроде больше не вылизывает ну просто ночью нам ее трудно контролировать а заклеивать это точно нельзя вот и наконец-то пришли результаты по гистологии по той штуке которую мы вырезали вот эту опухоль или что такое на рост не знаю как назвать и она доброкачественная мы так рады это как некий бонус что мы пристроили щенков к хорошим людям и еще и у джей все нормально да а то у нас же был кобель у которого была саркома да вот у щенков все отлично хозяева с нами на связи они шлют фото и видео и мы постоянно списываемся так что может быть через какое-то время выложу как они выглядят и как они там растут а ты не выкладывал нет в общем такие дела надеемся что джей будет с нами жить еще долго и будет нас водить на долгие прогулки да и нюхать свои замечательные вещи в шапочке все всем пока всем пока